Сегодня мы едем в Несвежский замок. Это дворцовый комплекс. Находится в северо-восточной части города Несвежа, Минской области Беларуси. Это памятник архитектуры XVI-XVIII веков, заложен князем Радзивиллом в 1582 году. В строительстве замка участвовал итальянский архитектор Джованни Бернардони. С XVI по XX века замок является резиденцией князей Радзивиллов. Включает в себя сам замок, замковое крепление, а также большой парк. Несвежский замок является родоначальником нового типа бастионных укреплений в Беларуси, так называемой новой итальянской системы. В начальный момент замок считался одной из самых сильных и совершенных построек подобного типа. В замке не было недостатка в артиллерии, в ручном огнестрельном оружии и военной амуниции. Замок имел важное военное значение на протяжении нескольких столетий и был местом концентрации частной армии Радзивиллов. Художественный облик отдельных частей Несвежского замка, особенно дворца и хозяйственных помещений, неоднократно изменялся. Дворец и парк прошли путь от комплекса, в котором преобладали оборонительные черты, до открытой резиденции одного из самых могущественных европейских родов. Замок размещен на острове, созданном рекой Уша, с прудами и рвом. Площадку обрамлял вал, облицованный камнем. В его угловых частях находились бастионы, а в толще помещения военного и хозяйственного значения, арсенала склады. Дворец с восьмигранными дозорными башнями имел три этажа, а справа от него также трехэтажная казарма с пристроенной высокой дозорной башней. А слева хозяйственный корпус. Подход к замку с востока был укреплен треугольным шансом, которым вели две подъездные дороги. На главной оси, при входе во дворец, находились каменные ворота с разборным мостом, которые были врезаны в вал, поднимались над бруствером на несколько ярусов. В 1706 году дворец и оборонительные укрепления были сожжены шведами. Дворец восстановлен и перестроен артсивиллами уже после 1726 года. Также в 1740 году построена новая замковая часовна. На протяжении 17-18 веков тут были проведены значительные перестройки. Так каменные бастионы заменили земляные укрепления. В 1740 году в главном дворцовом корпусе был настроен четвертый этаж центрального резолита, завершенный треугольным фронтоном с рельефным декором. Боковые корпуса, ориентированные во внутренний дворик, также частично перестроены и соединены с центральным корпусом, трехэтажными постройками, а с въездными воротами – галереями. В результате этих перестроек замкнулся периметр двора, а сам он приобрел асимметричный в плане вид, близкий к пятиугольнику. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...